Алло, здравствуйте. Здравствуйте, непонятно кто. Знакомые, я публикую статьи на сайте Кристине. Возможно, вы слышали, мы общались с администратором этого сайта по скайпу. Так, минутку, подожди, чего звонишь? Ну, отстань пока, не до этого сейчас. Так, подождите минутку. Что-то вас плохо-то видно, почему? А, я пока отключил камеру. У вас глупо, обожрите, а почему отключили? А, ну, вы, потому что, вы хотите публиковать это в интернете, да, вот, в видео? Давайте-ка выйдете совсем, я вам скину данные, и тогда снова зайдете. Прочитайте, что там написано. Я видел, я читал. А что там написано? Чтобы была включена веб-камера. Просто, сейчас я объясню, в чем дело. Я опубликую статьи, и мои статьи многим не нравятся, и мне из-за этого угрожают в сети. Поэтому я, если это будет в сети опубликовано, и все это увидят, то увидят мое лицо, что, соответственно, будет для меня определенным риском. Вы свое соблюдаете. Ко мне пришли, в условия ставите, нехорошо это. Если вам это не подходит, за мной гоняется сколько, конца краю нету. Бог защищает. Еще вы прячетесь, или меньшики. Зайди в эту, сейчас рулетка-то. 99% прячутся. А почему? На блуд пришли. Не, ну я не за этим пришел. У меня очень серьезный вопрос есть. Или открывайте, или до свидания. А можете тогда не публиковать видео? Никак нельзя. Вы счастной не говорите. Мне счастной не нужно. По делу. Там же говорится, что счастного ничего не должно быть личного. Ну хорошо, тогда я опубликую, сейчас включу камеру свою и задам вопросы вам. Все, давайте, и зададите вопросы. Да. Видно меня? Я вас вижу. Хорошо. Вы меня видите? Да, я вас тоже хорошо вижу. Так, вот и все. Все, боже. Ну вопрос у меня достаточно серьезный. Повторяю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Хорошо. Нет, вы скажите, не против? Я не против. Что вы никогда больше не представили, что я не хочу, да у меня там будут. Это вам не подлежит ролик мой. Зачем на мной командовать-то? Я слушаю, пожалуйста. Есть несколько выводов, которые я выписал. Они основаны на священном писании. Чтобы плавно подойти к вопросу, давайте я выскажу эти выводы. И если они не верны, вы сделаете замечание, скажете, что-то не так. Первый из этих выводов – это то, что Бог любит всех созданий. Так ли это? Понимаете, слова, которые говорятся о Боге, и их обыгрывать никак не надо. Это говорится под словом антропоморфизм, очеловечивание. Бог сотворил все для жизни. И все так. Но написано, грешников Бог ненавидит. Это сектанты привыкли. Бог всех любит. А для кого написано «Я устал миловать»? Еремея 16.5. Для чего это написано? «Отойдите от меня, проклятый в огонь вечный, никогда не знал вас». 25 глава Евангелия от Матфея. То есть Бог любит свое творение. Но грешников, написано, ненавидит душа. И потоп ради грешников был. И Содом и Гоморра. Где он любит, когда на дно ушли? Но это, Златоуст говорит, это и есть Божья любовь. Чтобы они больше зла не наделали. Так, чтобы понимать по-человеческой любовь, это не по головке гладить. Бог потопил весь мир, и Он сделал это по любви. Тут надо сделать коррекцию на то, что у бабушек как? Ешь больше, спи дольше. Вот это хорошая бабка. А у Бога не так. Он наказывает. Или калека рождается, или парализованный. Вот у меня парализованный был 17 лет в друзьях. Он в 30 лет. Я знаю, я смотрел. Сергей. И все. И он все парализованный во славу Божию. Я немало не сомневаюсь, что у Бога. Так что, вот этот вопрос надо так понимать. В любом случае по любви, но, понятно же, слово гневается, это говорится по-человеческу. Бог не гневается. Бог говорит, сожалеет, что сотворил человека. Он не может, сожалеет тот, кто не знал, что вперед будет. Ты женился, а она оказалась такая тварь, бегает, подол подняла. А Бог-то знает, когда мы еще не зачатые были. За тысячу лет вперед до нашего рождения. Так что, здесь вопрос надо ставить, с какой стороны? С Божьей. С Божьей смысл такой-то заложен. Смерть, убийство, миллионов людей, это Бог по любви делает. Слушай дальше. Бог изгнал из рая зверей за грехи людей. Так ли это? Этого не написано. А чего в Библии нет, о том не рассуждаем, говорит святой Иоанн Златоуст. Но ведь в Библии же говорится о том, что звери жили в раю, в Эдеме, вместе с людьми, и жили они там вечно. Правильно. Но слово изгнал, мы такого слова не находим. И я не дерзаю это сказать. Вышли они сами, или какая-то сила была. Но что Бог изгнал, мне сразу прилепят. Так я и взял это. Нет такого слова в Библии. Изгнал человека из рая. Вот это написано. А звери, которые подчинены ему, видимо, за господином и слуги вышли. Ну, плод их стал подвержен оттлению. Если раньше они были бессмертны. Да. Да. Все микробы сделали смертные. Вот я говорю, скажите по-простому. Вот у меня сад. Ко мне за арест ребенок. И он сорвал какой-то плод. Яблоко или грушу. А я зашел, захватил его. Ну, маленький, четырехлетний. Что я буду его пинать? Я ему еще побольше наложу, да в сумочку наложу. Иди там нюрки свои дай, Васьки дай. Так вот, Адам-то был как ребенок. Он ничего не знал. И плод вкусили. И Бог говорит, смертью умрешь. За что? По-человечески. И уже умерло за это, что один плод съели. Больше ста миллиардов людей. Поэтому у Бога другая шкала. И когда говорим о Боге, мы должны наклонить голову и сказать, прости, Господи, что я о тебе говорю. Прости. Почему у евреев была эта заповедь? Не произноси имени Господа Бога твоего в суе напрасно. А то, ей Богу, ей Богу. Никогда нельзя говорить. Скажи, как угодно Богу, так он и сделает. Мне вот крайне охота одно дело, а никак. Прямо все. Только тот человек, который бы навстречу, он бы дал мне 100 миллионов. А я не могу сказать так. Господи, если тебе угодно. У меня болен близкий человек. Я молюсь и в конце говорю, Господи, я хочу, чтобы он выздоровел, но твоя воля да будет. Я за все буду славить. Видите, тут это не с человеком, я бы сказал, врач, сделай все возможное. А для Бога не надо. Он, Бог, это дух. Миллиарды световых лет сейчас обнаружили планеты. Четыре миллиарда световых лет. И там Бог. Преисподнюю, говорит, сойду, Давыд, говорит, 138-й псалом. И там ты переселишься на край моря, и там рука твоя поведет меня. Вездесущий Бог. Да, везде, вездесущий. И поэтому о Боге говорить надо с содроганием, со страхом и трепетом. Хорошо. Вот следующее утверждение. Действительно ли животные страдают из-за грехов людей? Да. Это определенно счет капостол Павел говорит кремлинам. Придет время, когда тварь будет освобождена от рабства тленью. В свободу славы детей Божьих. Также в последней главе Апокалипсис, после его исполнения, можно ли подразумевать, что, возможно, животные также будут освобождены, как и раньше, от рабства тленью? То есть, также у нас следует жизнь вечную. Возможно ли такое, как вы думаете? Ваше мнение. Прямо проистекает, как было в раю. Это возврат к прежнему. А прежде они были, звери не плодились, они были нетленные, и все в этом. Может быть, они дерево жизни подходили, брали плод еще ели. Мы этого не знаем, но факт тот, что смерти не было. Смерть животных уже смерть. Смерть распростерлась над всем миром. Так что, у меня есть две стихотворения, я люблю голубей, у меня три голубя, и в доме живут. Будут ли голуби в раю? Вопрос. Да, и царь всегда орел будет кружить над нами от стихотворения, такое написала. Никак по-другому нельзя думать. А то просто я почему спрашиваю такой вопрос. Многие священники говорят, что животные Царства Божьего не наследуют, они умирают, и все. Их судьба такова. Да. Соответственно, получается, что как бы несправедливо, потому что Бог же ведь любит всех, а животные, они же ведь ничего плохого не сделали, они страдают из-за грехов людей. А они, то есть, получается, что как бы несправедливо, но если они все-таки имеют возможность наследовать жизнь вечную после исполнения пророчеств, то значит все уже логично и, как по мне, весьма справедливо. Только звери, которые сдохли, умершие, нельзя сказать о них, а они исчезают навсегда. Речь идет только о тех животных, которые будут живые. У животного души нет, и поэтому соединяться не с чем. А когда из человека душа, выходит, написано, душа соединится с телом, и человек воскреснет. Там в Ветхом Завете сказано, что душа животных в крови. В крови, а кровь исцеляла, ничего нет. Абсолютно правильно. Душа означает жизнь. Понимать это как понимают, а Адвентисты седьмого дня мы не можем. А тогда зачем, вот мне интересно, Бог наделил животных возможностям психологии своей собственной, высшей нервной системы, что позволяет животным чувствовать, то есть получать страдания. И зачем? Написано, и Скотт многое знает. Писание Библии об этом говорит и чувствует. И птенцы ворона взывает к Господу. Мы-то этого не понимаем. Каркает, да и каркает. Птенцы ворона взывает к Господу. Ты отнимаешь дух и возвращается в персть. Так написано в псалмах. А пока сейчас живет, ну, животному Бог иногда дает возможность разговаривать с человеком, как ослица была в лама. Она остановила безумие пророка. В житиях мы видим, разговаривал конь, разговаривал голубка. Это Бог так делал. Бог силен это сделать, что тварь начинает понимать человеческие слова. Он с ней разговаривает, а почему так сделала, а она ему отвечает ослица. Видно, что разговор идет с разумением. Но это Бог. А обычно даже животное понимает интонацию голоса. Вот у меня кошек, сколько, три, они по интонации ловят. А собака там вообще высокоразбитая. Она может только с лошадью приравнивается. Абсолютно все. У меня собака была, ну, значит, со щенка я ее учил. Ну, она в уголовном розыске занимался, она первое место взяла у меня. И вот мы начинаем на пасху петь, она садится рядом и подывает. Высокий, ну, то она высокая берет. Ниже она опускает голос. Животное. А бывает так, животное, что хозяин умирает, и животное в этот же день умирает. Вот считаем о житии святого Тарасия. Тарасия. Это не Тарасия, а Герасима. Он помог, занозу вытащил, он пришел, и лев перебет, а лапа напухла. Он вытащил, и он к нему привязался, он у него воду возил. И когда Герасим умер, лев поднялся на задные лапы, ударился о землю и умер. А он сдох. А зачем Бог взял? А, то есть, вопрос еще будет. Значит, получается, допустим, если у какого-то человека умерла собака, то он уже не может надеяться на то, что он когда-нибудь встретится с ней в раю. Нет, этого не будет. Когда-нибудь. Никогда. А она уходит навсегда. Вот мы считаем, святой зашел в ущелье погреться-то, а лев лежит. Ну, так бы то он съел, а он не как лев. А он тогда подошел и говорит, знаешь, лев, иди, у тебя души нет, а у меня есть душа. Ты временна, а я вечный. Лев поднялся и ушел, оставил ему пещеру. Это жития святых. 12 томов. 1173 жития. Там интересные факты показаны. Именно о животных, о птицах. Подробно описано. Иногда звери приходили сами. Вот он, там пришла одна гиена. Гиена-то и зверь такой непривлекательный там. А он, и принесла в зубах щенка своего, слепого. Он помолился там, плюнулся на глаза-то, протер ему, глаза видят. Прошло какое-то время, она ушла, гиена-то, и принесла ему огромную шкуру. Она где-то задавила там осла. Он где-то взял, взял, ну что делать? Ну ты больше, говорит, никого не трогай, это нехорошо. Она голову наклонила, как будто ей стыдно-то и ушла. Ну хорошо, по поводу этого вопроса я понял вас, да. Конечно же мы не знаем, что будет дальше, а все воля Божья. Но что-то проясняется. У меня другой вопрос касательно науки. Может быть он покажется достаточно грубым вам, но все же, действительно ли наука служанка дьявола? В том плане, что она выполняет прихоти людей, греховные страсти. Наука современная, то есть материализм я имею в виду. Видите как, опять же, однозначно нельзя подходить. Вот как бы ни наука, мы бы с вами не встретились. Наушники вам бы никто не сделал. Это да. Ну понятно, что тут, конечно, то, что бритва, это уже изобретение мирское, она не нужна. Выброси ее сегодня же. А остальное-то, человек что делает, электричество с каким трудом. Вот когда Фарадей, Майкл Фарадей, то узнал, что в магнитном поле рамка медная поворачивается. Он с ней спал, ходил и не мог понять ничего, пока с ума не сошел. Настолько это было страшно, непонятно. А теперь-то научились, такую обмотку делает, там крутится с такой скоростью. Вот, так это только так, когда яблочко, вот там дуга Ладыгина горела, когда, или как, фонари на улице горели. Это было удивительно, ничего не заряжали. Яблочки на то. Это не только, это радио, азбука Морзе, Маркони, Попов. Как люди удивлялись. А уже по телевизору-то вообще ахнули так. А потом человек поднялся в воздух. Ну, все, что нас окружает, вот есть такой канон, слава Богу за все. Надо Бога прославлять, что Господь дал таких людей. Вот у меня, я в начале детского лагеря, 45 лет был сам основатель этого лагеря православного. Там все необычное. Да, я знаю. Знаете. И вот у нас, ну, приезжают начальники, там, прокуроры, кого нет только. Я им на засыпку говорю, скажите, телефон у вас есть? Есть. А кто изобрел? А дети уже охота сказать. Не знаю, кто телефон изобрел. Дети кричат, Мартин Купер. Я говорю, а кто изобрел интернет? Ни один не отвечает. Тим Бернерс Ли. Тимофей. Да дело-то в общем, что мы каждый день с детьми молимся Богу, благодарим за Мартина и за Тимофея, Тим Бернерс Ли, что Бог дал им такие знания, они так облегчили нашу жизнь. Господи, благослови их, если они не верующие. Мы даже не знаем их, личной связи нету. Но дети учатся благодарить Бога за то, что Бог, пусть и другому, но это дал. Как умные изобрели шарниры на двери, стекло на окно, вот такая жесть легко от непогоды закрывает. Ну, за все, за все надо богословить. Я ребенку говорю, ты еще не родился, тебя уже ждали. Все приготовили, смотри, какие стены, бумага, ручка. Ребенок как-то приобрели, ну, приободряется. Видишь как? Господь любит нас. Значит, научный прогресс, он никак не противоречит, ну, священному писанию, он не является богопротивным, научный прогресс, технический. Потому что люди иногда не туда поворачивают, так это им всегда возьми нож обыкновенный, я уж не буду с чего-то говорить. Да можно простую мясорубку взять и завернуть ее во что-то и ударить по человеку. Все это можно. А что именно наука, вперед нельзя, нет, ты сокрыл это, Господи, и мудрость его постигается со временем. Я просил Бога, и он открыл. Что такое молния? Вспомните опыт Ломоносова с Рихтером, который был. Они ничего не додумали, слушали, как на шелковой нити во время грозы запустить змея, а на конце привязали гвоздь. Молния ударила, ему прямо в лоб и через башмаки вышло. И все, Рихмана нету. То есть узнавали постепенно люди, многим жертвуя. Конечно, вот даже взять такой пример, люди тоже умеют ценить, высокое открытие или нет. Нобелевская премия присваивается только живому. Если он умер, уже не присваивается. Два раза не присваивается, но пришлось нарушить это правило. Однажды присвоили, дважды одному человеку. Такое было открытие невиданной силы. Кто это такая? Мария Кюрис-Кладовская. Вот тот ради, то атом этот, который потом расщеплять будут и Хиросима и Нагасаки. Но кто думал, что пойдет? А когда электростанция, лодка подводная заряжена этими, ну, там, что там, какая, атомный реактор или что стоит, она может полгода не подниматься. И кислород из воды вырабатывает. Здорово же, конечно. А теперь хвалится, супер, это гиперскорость, с лодки 5 минут и Вашингтона не будет, ну, смешно даже. А мне нравится, как Владимир Владимирович Путин говорит, они нас ударят из следа, мы мощеники будем, а они все равно сдохнут. Да, да, я слышал. Они как-то сдохнут, тут радиация одна будет. Все равно один раз живем. Ну, молодец, у него юмора хватает. Но, смотрите, ведь в книге Енуха написано о том, что Бог изгнал 200 ангелов за то, что они научили людей ковать железо, земледелие и другим навыкам. А где вы это прочитали? Или нельзя ссылаться на апокрифы? А где вы это прочитали? Апокриф, книга Енуха. А? А она... Апокриф? Апокриф. Суровый апокриф. И поэтому рассуждать апокрифы, зачем мне нужно голову застарять чужим? Не надо. Ничего этого церковь не признала. А я православный, мне зачем это умничать-то? Вот, а троица, а как понять? Я сказал, что я с католиками. Ну, я миссионер. С разными сектами работаю. С католиками у меня никогда не было противоречия. Самый главный вопрос мы решили. У них есть рукоположение от апостола Петра. Они церковь. Со всеми заблуждениями. Но у нас тоже хватает их. Но она церковь. И поэтому спорить я никогда об этом не буду. А, Пепра, ну, ах, мне не раз задавали. Ну, и еще. Никаких ангелов, нигде ничего нет. Иначе бы написано было. В Библии что есть? Нам достаточно это. 77 книг. 77. Это не две, не три книги в Библии. Ну, да, они боговдохновленные. Да, боговдохновенные. Не вдохновленные, а вдохновенные. Тут большая разница. Вот, допустим, и сказал Саул. И сказала ему волшебница. Бог не вдохновлял, а вдохновенный писатель, который написал. Писали святые божьи человеки. А Библия, она не боговдохновлена. Потому что там дела. Сказал безумие, сердце своем нет бога. Бог разве вдохновлял? Вдохновил Давида написать это. Значит, на апокрифы ссылаться не стоит, получается, да? А вы знаете как? Зинка, в печку. Помните собачье сердце Филипп Филиппович-то? А как звать? Он говорит, как? Полиграф Полиграфович. А в календаре это оказалось действительно написано. Он говорит, в печку ее. Вот ответ. Как говорит Грибоедов Александр Сергеевич, чтобы зло пресечь, собрать бы книги все да сжечь. Вот такие вот. Но ведь нет же никаких оснований для того, чтобы отрицать апокрифы. Но может быть там действительно есть что-то, что является истинной? Вот рассуждать-то нам не дано. Но это Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило. Определенно запрещают умствование вопреки святых отцов. А святые отцы, это, конечно, не нам счета. Это патрология, которая толкует все. Это 300 томов фолиантов, как Библия. 300 толкования на Библию. Я скажу, что мой опыт, мне 80 лет, 10 июня будет в этом году. Я 56 лет с Библией в руках, среди всех слоев населения, и в Америке, и всей Европе, и везде свидетельствовал. И скажу, знать Библию – отлично. Ничего не добавлять – супер отлично. Не бойся сказать, что не знаю почему. Бог сокрыл. А там, может, хорошее есть. 85-е апостольское правило запрещает мне все остальное. Там пересчитаны Библии, в Библии книги какие есть. Все. После этого еще там собор гангстский, они подтверждают это. И все на этом. Одна книга Библии не указана только, третья книга Ездры. Но она есть в брюссельском издании у католиков. Не она, а седьмая глава добавлена. Так правильно сказать будет. У нас она есть, третья Ездра, но не хватает там стихов 80. Вот так. А почему? Ну, в синайском манускрипте ее не было. А и кремов, или кодекс безы там нашли. Ведь у нас многое было потеряно. Потеряно было по небрежности евреев. Или во время пленения их. Это 36-я глава Иеремии, пророка говорит. Не нравится? Царь Иаким сидит. Это кто написал? Иеремия. А жаровня перед ним, а зима была. Он ножичком написано. Отрезает и бросает. Ну, считай дальше. Опять. Он говорит, откройте ворота халдеем. Так, подожди, я отрежу. Отрезал опять в огонь. А потом Иеремии сказали. А Бог Иеремии уже говорит, пророк он. Напиши это и добавь еще. Ты слепой будешь? Вот так все остальное. Бог сказал, оно сбудется. И мы должны Бога благодарить. Как Иеремия сказал. Неужели за хорошее будем славить, а за злое не будем благодарить? Мы за все должны благодарить. Об этом написано в 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семь раз в день. При множестве забот, как царь Давид. И он прославлял Бога не за то, что Бог дал, а за все Майданы, за все революции, за гибель сына. За суды правды твоей. Нам, конечно, горько, а Бог знает, что. Почему ребенок маленький умер. Чтобы ум его не разбратился. Бог знал его дальнейший путь. Мы должны быть благодарны. Написано в Песловнике, 1-е послание, 5-18. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Это воля Божия. Мне очень не нравится, что я заболел. Я заболел онкологией. Последняя стадия обнаружена. А я должен благодарить. Благодарю тебя. Я, к примеру, говорю. Не дай Бог, конечно. Я должен благодарить. Вот этот Сергей парализованный, козлов, он благодарил. Лежал и благодарил. Я знаю таких людей, которые пострадали вот так. Им предлагаются. Вот сейчас ты будешь здоровый, но такой, какой был. Или вот такой. Ну, Вера, то тебя не было. Не было. Вот такой ты пойдешь сейчас из этой комнаты. Или ты будешь лежать и гнить. Я еще не знаю ни одного верующего, который бы сказал, лишь бы только встать. Нет. Я знаю, у меня был знакомый Иван Андреевич Волчатников. И он поехал к Киево-Печерской лавре, кажется, или Псково-Печерской был. И к нему подошел там старец Прозоревый Иосиф. Подошел, его обнял и говорит, тебя Иван, брат, звать? Он говорит, да. Мне Бог, говорит, открыл, что ты можешь сегодня получить зрение. Он родился слепым. Но только ты будешь тем, кем брат твой не верующий совсем. Решай сейчас. У меня, говорит, такое искушение было. Я Света ни разу не видел. Прямо аж все внутри у меня затрепетало. Ну, маленько одумался, постоял и говорю, нет. Христа я не променяю на своих глазах. Это, конечно, испытание. У меня было такое. Вот одно слово я должен сказать, и меня из тюрьмы выпустят. Я не преступник. Им надо, чтобы я согласился с их мнением. Я первую в стране издал архипелаг, ГУЛАГ насчитал. Ну, и стихотворение про Ленина, и брал интерьер репрессированных. Я говорю, нет. Тогда они пошли на все это. Ладно, это мы вас освобождаем. Я срочно написал бумагу. Отказывайся с освобождения. Отказывайся. Приехал подполковник Николин. Он заявление взял, походил и порвал при мне. Нет, Игнатий Тихонович, вам нужно там быть. А это мерзавцы сидят тут, без вас обойдутся. И меня на машину и до дома довез. Который не понимает, еще как бы писал, а вы сотрудник КГБ, поэтому вас так выпустили. Выпустили, а потом арестовали, посадили. Загремел по этапу. Не надо так шаблонно мыслить. Кого-то выпустили, а это другое. Другое они увидели, во-первых, я ничем, я под 190 прим не подходил, не говоря о 70-й статье. Я просто открывал истину, которую Бог открыл мне. Что эта власть не от Бога, это антивласть коммунисты были, уничтожали свой собственный народ. И когда я судился, а суд-то советский, самый справедливый, то иск был 11 миллиардов рублей, то, что у меня изъяли, недонименированные. Но платить нечем. Как раз инфляция была 10 тысяч 70 с первого года до седьмого. До 91, сейчас могу ошибиться даже. Там рубль, а тут 10 тысяч 70 рублей. Я сказал, я согласен, если вы напишите мне справку на бланке с печатью Крайкома КПСС. Коротенькие предложения, два. Мы, человеко-ненавистническая партия людоедов, большевиков, пришла к власти и уничтожали свой народ. 70 лет. Поставьте печать, я ухожу. Они почему-то, говорит, не дали. А потом, когда суд-то уже завершился, а партия ушла, они говорят, ну мы дадим такую справку. Я говорю, она уже не нужна, весь мир знает. Хорошо. Вот еще такой вопрос касательно науки. Есть ли разница между развитием научно-технического прогресса и упадком нравственности? Она же наблюдается, верно? Такая кривая, перекрестки. Ну это Жданов Владимир Георгий, еще он это мог сделать крест, когда пьют столько, где рождаемость перекрещивается, где выше, где ниже. Мы так не можем сказать. Я верующий. Я верующий. Ну и все считают интернет от сатаны. А у меня через сатану пришло ни два, ни три человека. Как пишут, тысячи людей уже обратились из сектантов, и там из других. Даже мусульмане принимают крещение. Я не вылажу. В среднем у меня 14 часов с выходными вместе. Сейчас. А когда я писал книги, 9 лет, у меня больше 30 тысяч часов здесь. А мне это не мешало молиться, ходить в церковь, прищищаться, ехать за границу, получать паспорт. Сейчас с меня снимают отпечатки, рогови, свой глаз. Мне никак не повредило, я молился. Один говорит, вот раз я получил этот паспорт, особенно трудно Великобританию было получить. Ну, шенгенскую зону тут проще открыть. Ну и вот, это печать антихриста. Я говорю, смотри на меня внимательно. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Что я сделал? Крестное знамение. Теперь слушай. Начертание зверя будет дано для того, на правую руку начало, чтобы человек не мог совершить крестного знамения. Четвертый век, святой и премсирен. Ну, кто прав, ты или кто? Ну, тогда я виноват. Вот и дело другое. Как это мне может помешать? Это вне моего. Я добровольно это сделал, это бумага. А мне надо проехать и делать. Что они проверяют правильно? А иначе кто там приедет-то, неизвестно. Я как-то ролик такой показал. Ну, у православных, особенно у старобрястов, масоны-сли сказали. Там ужас какой, масоны, масоны. А я с позиции масонов стал объяснять, какие они хорошие люди. Я не христианин в этот момент. Я просто хочу показать, чтобы кого-то понять. Врага я должен в его стан проникнуть и понять, чем они живут-то. Не агитками нашими. Так, я говорю, скажите, у вас безобразие есть на вашем коридоре у квартиры? Да полно, говорят, и оправляются, и там счетчик сняли у нас. А вы хотите, чтобы был порядок? Как? В вашем подъезде будет порядок. Навсегда при том. Конечно. А если во всем доме? Так это невозможно. Это тут у нас больше сотни квартир. Э-э-э, возможно. А вот теперь по всей улице. Ну, это уже фантастика. А во всем городе, а во всей стране ни одного убийства, ничего нет. И во всем мире. Так вот они, масоны, этим занимаются. Они масштабно работают. Чтобы все были под контролем. Вживление будет. Весь его путь будет. Ему не надо спрашивать, был или не был. Все открыто. Честному бояться нечем. Нечего бояться. И деньги никто не украдет. Руку подставил, только считал. И сразу выдали, меня ищет полиция или не ищет. Все данные на лицо. Все высветилось. Сколько у меня осталось. Бери свои помидоры и иди домой. Здорово, здорово. А они этим занимаются. Понимаешь? Но не надо забывать, что они приведут не как Христово, к Антихристово. Я просто с их позиции вам... Понятно, чтобы мы увидели. А они делают не со зла. А, а как же Гитлер был член Тули, этой масонской ложи? Правильно. И масон был Черчилль, и масон был Рузбельт. Но это разные ложи. Они на время его допустили. Он вышел из-под контроля. И теперь принимается решение сместить его. А это обойдется дорого. Почти 50 миллионов. Но они вплотную довели и показали. А потом будут ссылаться. Вот образец, строй Гитлера, это был самый справедливый строй за всю мировую историю у неверующих. Я это легко докажу. Я сотни фильмов просмотрел документальных. Из развалин страну поднять. Инфляция была такая, что деньги за бутылку, говорится, жизнь отдавали. Хлеб купить миллиардами исчезлялось. И вдруг страну ввести такую, всему миру объявила войну. И как бы эти не объединились, с Америкой, то он бы разбил всех. Понятно? Это, я говорю, нельзя придумать. Но если Бог есть, то это был дьявол в человеческом образе. Как он посмел Божий народ евреев трогать? Окончательное решение. Там Генри Гиммер занимался этим. Разве это можно было? Кто к еврею прикасается, он проклят будет. Это оговорено было Аврааму. Я говорю, ты хочешь был благословенный? Два благословения. Начальное и туда. И между ними еще сто. Первое. Никогда не злословь народ Божий. Не поноси, не проклинай. Я говорю об евреях. Независимо от того, христиане они или иудеи. И последнее. Малахия. Плати десятину. Ты будешь благословен. А дальше уже все отца и мать, все остальное. В связи с сказанным вами, у меня возникает еще два вопроса. Это насчет Второй мировой войны. Среди православных говорят, что Вторая мировая война возникла как попутительство, предательство царя русского Николая Второго. Так ли это? То есть возникла ли она из-за того, что народ русский предал царя и как наказание ему за это? Да, наказание и за это. Ну это уже просто дальше некуда идут. Откуда мы знаем-то? Я, например, эти темы занимался не один, не два дня, а 14 лет. Всю возможную литературу дореволюционную, советскую, заграничную я имел на столе. И выпустил материал АМ-1М5. Так вот, говорить, за что за это, ну что мы виновны, это понятно, раскулачивали. А за царя конкретно, я не знаю, это вроде никакого отношения не имеет, но откровения я не имею на это. Но могу сказать определенно, чтобы это было понятно. Господь показал нам, кто мы, какое хвастовство было там. А вот вы, я не знаю, считали или нет, Виктора Резуна, он, Суворов Виктор подписывается, историк. Нет, не слышал. Но вы себе запишите, Резун, это самый лучший историк современности. Притом доводы его абсолютно неотразимы. Он все данные числа, когда что. Сталин готовился напасть через две недели. Гитлер его опередил. У Гитлера никакой, у него выхода не было, никакого. Он обязан был напасть и как раз в воскресенье и прочее. Поэтому, если вы прочитаете там его, он выступает, он живой сейчас еще. Он работал, кажется, в посольстве. И потом он бежал на запад. Его дважды приговаривали к смерти. Он настолько подробно, по цифрам, какие были перевозчики эти. Ну, всем дали кратко уметь разговаривать с Польшей, с поляками, с немцами. Думали захватить всю Европу вместе с Испанией. Гитлер напал раньше. Вот и все. Это он говорит, что у Сталина был план захват Европы? Да, и Гитлер это объявил во всем народе. И немцы, и Запад все это знают. От советских прятали. Какие готовились дивизии целой армии парашютистов, которые сбрасывать должны были где-то. А самолеты в первую же ночь сожгли 2400 самолетов. Немцы-то напали на Запад. Но к началу, если я не ошибаюсь, к началу Первой мировой войны армия была плохо оснащена в Советском Союзе. То есть у нас были плохие танки, слабые, бронированные. Вооружение было не очень старое, винтовки Мосина. Ну, что-то старое, что-то новое было. Этим даже сумели противостать от брошенной до Москвы. А если бы где-то начали, то там проще было. Думали поднять там и народы, и проще. У Виктора Суворов, его Резун фамилия правильная, Суворов, это псевдоним его. Вы там увидите, я не буду даже объяснять. Я скажу, я один раз прошу Шал-2 и беседовал с людьми, там военными, все соглашаются, да, так. Только не соглашается тот лжепатриот какой-нибудь. Вот, допустим, Первая мировая война. Она могла не быть. Кто я начал? Немцы. Обманываем себя, русские. Русские начали. Почему Григорий Пимович Распутин, будущая раненая женщина, лежал в больнице и телеграмму отбивал папа, так он звал царя. Не надо рекрутировать. Не надо собирать людей, мобилизацию. Не надо. А когда на него было покушение совершено, да? Да, он лежал в больнице, его ножом женщина там ударила. И он из больницы говорил, если ты, папа, ты сгоришь, погибнет вся династия Романовых, страна вся погибнет. Он единственный был настоящий пророк России, Григорий Пимович Распутин. Самая болганная личность, наверное, за всю мировую историю, не считая Христа. С этим я соглашу, второго. Можно тогда спросить как раз насчет Григория Распутина. Вот ходят слухи, что когда его канонизируют, у нас будет царь. Вот что вы думаете по этому поводу? Я не думаю, я против канонизации. Потому что первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих говорит так, дословно. Не судите никак прежде времени, доколе не принят Господь, и тогда откроется все сокрытое во мраке. Зачем раньше времени? А тогда Богу делать нечего. Вот канонизируют, я признаю, которые канонизированы, царь Николай, то другое. Но сам факт канонизации, он не нужен. Не нужно ни анапимы, ни канонизации. Не судить. Никак написано. Доколе не привод Господь и не осветится сокрытое во мраке. Когда будет судить помышление и намерение сердечное. Я хотел сделать, а получилось не так. Это другое дело. Так что, если его канонизируют, ну это мог говорить кто? Константин Юрьевич Душенов. Вот это главное его протеже. Так, значит и Филарета анафеме не надо было предавать? Не надо. Это определенно. Но так как анафема была произнесена, меня не один раз спрашивали, как к нему? Никак. Я ничего не могу сказать, кроме того, что к нему на исповедь я бы не пошел. А почему? Ну почему допрашиваете меня? Я сказал вам, что я не считаю анафему законной. Он ничего такого не сделал. А почему не пошел бы? Нет доверия. Поехал в Америку, брать оружие, выпрашивать оружие. Это не его дело. Здесь уже через край пошло. Оружие против русских. Это не годится. А его сейчас до монаха довели. Ну тут Варфоломей был. И опять его возвели, патриархом. Перед Богом-то ценность сердца. Да, он такой-то, он такой-то. Я знаю его биографию. Да, у него там, будучи монахом, у него большие уже дети выросли, то-другой. Не знаю. Александр Иосифович нежно это описывает. Подробно все. И жена. Меня это абсолютно не касается. Я хочу, чтобы был мир. Вот спрашивают, как Крым. Крым никогда не был украинским. Он всегда был русским. Россия его завоевала, а не Украина. А вот относительно Донбасса, моя точка зрения определенная. Туда не надо было лезть. Лукашенко сказал, что у нас какую-то Могилевскую там область отщепнули. Мы же против будем. Почему мы соглашаться должны, что... Мало что они... Это государственно. Хотели в Чечне отделиться. Что получилось? В Америке один штат думал отделиться. Там с землей все смешали. И мы должны по отношению Украины так же думать. Мы ежедневно молимся за Петра Порошенко. Желаем мира в Украине. Каждый день молимся и произносим мимо Петра с нашими правителями. Чтобы Господь сохранил его от покушения, чтобы открыл ему истину. Хорошо. А вот касательно масонов, раз вы затронули эту тему, то такой вопрос. Вы знакомы с так называемыми протоколами сионитских мудрецов? Меня и судили за них. Что же они знают? Судили за них. Я этой теме посвятил, повторяю, 14 лет. Я ее не просто знаю, буквально наизусть знал. Я занимался этой темой. И при том подтверждение тому написанному там брал из светской литературы. Вот как Резун пишет определенное что-то. Ну и так я писал, как историк. Это не то, что царская охранка там то другое сказала. Доказывать не надо. Любое, любое у нее там сколько, 24 протокола. Это надо было собрать всех людей, и банкиров, и политиков, чтобы они вперед могли заглянуть на столетие. Нет таких людей. Ну и там не все сбудется. Ну, в общем-то, как, о чем говорил Далис-то? Ну, все как-то залечится, а потом постепенно русский народ извести на нет. Их протоколы эти, они дают программу и очень точную, циничную, безжалостную. А тогда спрашивают, а вы, христианин, как реагируете? Никак, я молюсь. Я знаю, что у них это сбудется только тогда, когда Бог скажет, пора. А так еще не сделает. Напрасно бодрствует страш, если Господь не охраняет города. Так Библия говорит, и я в это верю. Вот такой ответ. Я не считаю подделкой, не считаю подделкой, я повторю, самое главное. Я считаю их действительными в базе, как было принято, решение и все остальное. Я ничего не могу одобрять, все это не от Бога, но что есть, то есть. Вот, говорится так же, что перед тем, как будут исполнены события апокалипсиса и явится антихрист, перед этим возникнет Третья мировая война, ядерная война, при которой очень мало выживших будет. Нет. Так ли это? Убито будет два с половиной миллиарда людей только. Третья часть написана. А сегодня семь с половиной. Как раз Третья часть погибнет. Вот все. И все никак. Останется еще позаглаза. Еще пять миллиардов останется. То есть получается только после Третьей мировой войны нужно ждать антихриста. Готовиться. Понимаете, эти события то в частности, то общая картина разворачивается. Вот если вас этот вопрос серьезно интересует, я в конце могу вам скинуть данные. Мне Господь позволил издать Новый Завет с толкованием полным. Толкование от Матфея и заканчивая апокалипсисом. Три книги по 752 странице. Я ей долго готовил. Долго, очень долго. И толкование взятое составил его отец Геннадий Фаст. Теперь он доктор богословия, патриарший. В моем доме он обратился из Меннонитов немец. И 430 страниц. А так, чтобы толкование было от Матфея до евреев. А вместе с апокалипсисом ни западная, ни восточная церковь, как мне известно, никогда не выпускали. Издание мое это первое. Так мы, мало того, раскрасили 230 гиста водорег гравюр в полный лист. Там вообще 8 параметров нашего издания Блаженного Феофилакта лучшие, самые хорошие, какая и была у патриарши. Каждый стих отдельно выделен. Разными шрифтами, большими, главное, выделяется место, где Феофилакт призывает любить Библию и обязаны пойти все на проповедь. Вот так. Так что, если желаете, я в конце вам скину сайт, а в сайте там книги. Вы это скачаете, вам в интернетной версии также доступно просчитать. Апокалипсис. Полное толкование по всем святым отцам. Кто из за 20 столетий что говорил по определенной теме, определенный стих. Это очень серьезный, глубокий исследовательский труд. Хорошо, мне это будет интересно на самом деле. я увлекаюсь этой темой. Будет интересно почитать. Но только то, что вам я скину, дальше идти некуда. Он попутно разбирает все сектантские толкования, лжетолкования. Очень ценно. Он сам из Менонитов и ему очень хорошо известно. Вот когда я еще там был, Менонитов, он был преподаватель в Томском университете, физик-математик. У него такая точность везде. И начинал он перед это толкование писать в моей квартире. В доме. Мы с ним беседовали, он обратился к Богу. Вам, может, если интересна его биография была, я мог бы даже скинуть вам отца Геннадия фаста, не толкует, а собирает отовсюду. Мы беседовали до утра и он сразу принял православие, потом стал священником. Он еще живой, да? Как, повторите? Он живой еще? Да, в Абакане служит. Он моложе меня. В Абакане он служит. он не Генрих паста, а Геннадий в крещении святом он получил это имя. Он по канонам поставлен не раньше 30 лет канон Шестой Вселенский Собор 14-15 правило. То есть у него все соблюдено. Мы очень близкие с ним. И, пожалуй, у меня будет последний вопрос. Он касается католицизма. Хотелось узнать, ли у католиков считается, что Папа их непогрешим. Знаете, что я вам отвечать не буду на этот вопрос. А как закончим беседовать, я вам скину книгу кристинного православия. Я почти 40 лет собирал материал. И там будет три темы про католиков. Человекоубийство и ложь Ватикана. Запомните? Человекоубийство и ложь Ватикана. Название статьи. Вторая статья называется Гордость папства. Гордость папства. И третья Фатинская Трагедия или Надежда. Знаю. Вот это вот. Три. Это мои статьи. Мои статьи. Я написал их. Слово сказать написал очень необычно. Лежал в больнице после операции. И в это время католикам стали из нашей группы ходить некоторые. Я сразу этой темы коснулся. И снаружи свет падал. Только бумагу видать. Я почти слепком написал эти статьи. на больничной койке. Не видя ни строчки. Где-то она наползала. И вот теперь это издана. У меня книга 38 вышла. Вот одна из них к истинному православию. Я на нее сделаю вам внизу ссылочку. Вы зайдете и все три вопроса о папе вы просчитаете. Еще один вопрос о католиках. Это мне надо выделить минутку. Это из второго тома открытым оком. У меня 33 тома открытым оком. По 752 странице вышли. Книги. Вот 30 из них в бумажном варианте и 3 еще в интернетной версии. И там как раз о католиках говорится. Отдельно. Это получится три статьи. Даже четыре может быть. Четвертая. значит я вам скину про католиков так на апокалипсис третью книгу а когда третья книга у вас будет вы скачаете там главу все найдете как надо. Я ничего не толкую. Вы сразу это для себя успокоит. Что на меня не ссылались. Я ничего не толкую. мне это не дано. Мне дано. очень скептик. очень хорошо знаю. Я ничего не знаю. Я повторяю. Святые отцы сказал Затаус. Сказал Иероним Стридонский. Вот это дал мне памяти. На память говорить. Больше мне не дано. Я не этого стиха не толкую. Да зачем мне это нужно. Были святые отцы. я кто такой. Хотя у меня высказывает книгах. Но только как частное мнение. Вот к тому что уже сказано. Я вижу я уже живу через 20 15 столетий после них. И конечно я тут сегодня вижу я уже конкретному делу могу их приторочить. Эти пророчества. Хорошо. Так. А что вы сказали что почему вы не хотели записывать у вас такие прекрасные вопросы. Записываться? Ну да. Почему? Вы имеете ввиду веб-камеру включить? что? Веб-камеру вы бы не включили но мы бы беседу не получили. Вы довольны ответами? Да. Вполне. бы не было. Зартащились бы. Я никогда не меняю то что есть. Почему? А зачем? Не нужно кому так оно и так интернет тут прятать уже нечего это игра. У меня ничего не скрывается. На ютубе у меня 14300 роликов на все темы. Тут пасется просмотров 31 миллион подписчиков немножко там 31 тысяча. Но учитывая что я заголовки не даю такие чтобы обмануть а заголовки беру местописание которым соответствует основное содержание. Поэтому у меня поиск затруднен. Хотя я содержание знаю по плейлистам раскидываю. Ну вы же знаете Максима Степаненко и его сайт кистини. да он у нас прижал хрещение принимал потеряю вот я на его сайте публикую свои статьи. Ну он хороший человек богатый передайте ему привет мы не дала так говорили скажите ему что о вас молятся очень усердно он ежедневно перед моей молитой Максим я повторяю его имя чтобы Господь его сохранил вот так что я отвечаю за то что я сказал как один гордя отвечает за свои слова они за то как вы их поняли хорошее слово а кто так сказал знаете любимец гитлера не честно я отвечаю за свои слова они за то как вы поняли значит если я вам говорил о резоне к слову сказать суворове то Максим Валерьевич не приемлет его он он считает что он предател и бросил и я не сужу так но говорю что он прав и доказывает этого на 100% и и и не приговорили власти не разобрались что это один и тот же человек под двумя фамилиями конечно он раскрыл кое-что и то я не знаю но он вышел аквариум у него как фильм документальный что с ними делает когда живьем сжигают этих разведчиков ну это ты знал куда шел работать поэтому Максим у нас был он совершил важный поступок принял крещение с полным погружением будучи руководителем миссионерского отдела хотя миссионерские отделы их нельзя составить любой миссионерский отдел это 100% обмана а почему потому что их нельзя создать можно создать типографию благотворительный общество певческие хоры но миссионерский отдел это единственное что человеку не дано он не может создать почему потому что это прерогатива Духа Святого отдел весь миссионерский состоит два человека три уже неправильно вот 12 бог избрал и послал на проповедь по два написано потом еще избрал 70 и в Библии написано 5 правил по два Кирилл Мефоник приходит два Моисей приходит с Аароном два тут не надо ничего доказывать почему Ян Затауз говорит книга деяния апостолов в Библии правильно назвать ее деяния Духа Святого апостолы были только орудием это Дух Святой мог так дать языки обращать тысячи людей с одной проповеди это Бог вот это вот я могу сказать за Иисусом вообще целые города ходили когда он проповедовал да говорит не ходите к язычникам а идите наипачек погибшим овцам Израиля а раз погибшие овцы это означает скотомогильник вас как звать в крещении Александр да благословит вас Господь что вы пришли мне ваше имя то не нужно помолиться только меня Игнатий звать тоже помолитесь я знаю над нами была воля Божья у меня столько друзей а столько врагов только за последние 9 примерно месяцев мне пришлось в черный список отправить 7500 человек тысяч с матерками лезут а никто еще не знает а почему мое имя такое Игнатий означает неизвестный неведомый свои считают чужим чужие считают своим а кто правильно сказал я могу сослаться на Андрея Кураева он абсолютно точную характеристику дал абсолютно вот ему открыто он прижал за моими книгами сюда где я сижу да даже так да ну все тогда расходимся мирно да конечно ну все с Богом спасибо аллилуйя спаси Христос вас спаси Христос мир вам да спаси Христос во славу Боже да благословит вас Господь Александр с Богом спасибо с Богом